Как ты думаешь, будет война? Конечно. Зря что ли открыли столько училища с ускоренной программой. Но не волнуйся, это будет быстрая война. Это история о подвиге 19-летнего солдата Николая Плужникова, который долгих 10 месяцев практически в одиночку вёл бой с немцами, захватившими Брестскую крепость в самом начале Великой Отечественной. Спектакль по роману Бориса Васильева в списках не значился. Участники театральной студии «Анкор» из 9-го А-класса готовили с начала учебного года. Первыми зрителями стали старшеклассники. Здесь оружие, патроны. Есть что-нибудь воевать? Воевать? Один против всех? Что же ты можешь сделать один? В седьмой школе проходит масса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание учеников всех классов. Такие спектакли – отличный способ не только проиллюстрировать историю, но и задуматься о таких понятиях, как героизм и самопожертвование. Насколько это было тяжело и насколько мы можем себя примерить к этой обстановке и поставить себе, возможно, какие-то моральные планки, чтобы стремиться к тому, чтобы быть похожим на тех, кто был героем. Он поднимает в себе такие темы, как, например, «Холокост». Ведь одна из главных героинь данного мероприятия мира является еврейкой, которую в процессе этого спектакля убьют немцы только потому, что она этой расы. Конечно, здесь поднимаются и темы дружбы, темы выбора. Я считаю, что школьники должны видеть такие спектакли, потому что они должны знать свою историю. Кирилл Горюшкин и Алексей Башлыков играют в спектакли отрицательных персонажей, которые уговаривают главного героя прекратить неравный бой с противником, бросить хромую девушку миру и уйти вместе в Беловежскую пущу. Но, как уверяют ребята, даже отрицательные герои достойны внимания и сочувствия. Мы вживаемся и сопереживаем героям, потому как даже негативные персонажи, у них есть свои проблемы и сопереживания. Роман Бориса Васильева, как и поставленный по нему в седьмой школе спектакль, опровергает всем нам хорошо известную пословицу «Один в поле – воин», даже если он в списках не значился. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова